Здравствуйте, дорогие зрители, а также привет всем, кто устал от повсеместных онлайн-шутеров, кемперов и королевских битв. С вами 242-й выпуск игрового дайджеста GameNews Weekend от X-Games Game TV. А это значит, что за прошедшую семидневку накопилась большая горсть интересных и актуальных новостей из мира видеоигр. На этой неделе было достаточно много заманчивых слухов. Чего только стоят новости о разработке новой части Watch Dogs или о том, что покажет Bethesda на Е3. Но вы не подавайте виду. Представляем вашему вниманию главные новости из мира видеоигр в кратком анонсе. Вот чем можем заинтересовать вас в этот раз. Watch Dogs 3 уже в разработке. Новые подробности Spider-Man от Insomniac В экшене Detroit Become Human все решения имеют последствия. В начале текущего года компания Ubisoft анонсировала собственного виртуального помощника, который уже вовсю тестируется на территории Канады. Сэм помогает в прохождении игр студии, общается на различные темы и является отличным путеводителем по сервисам. Кроме того, эта общительная виртуальная девушка подтвердила слух о разработке Watch Dogs 3. На вопрос о том, когда состоится релиз третьей части серии, Сэм ответила, что проект пока еще только в процессе создания, но ранний билд уже достаточно хорош. Конечно, можно было бы сослаться на какую-то ошибку или случайность, но Сэм далеко не первая, кто намекает на продолжение франшизы. Ранее намек на разработку Watch Dogs 3 можно было наблюдать в командной строке Uplay, появившейся 1 апреля. Дело в том, что она была выполнена в стиле серии. Позднее в твиттер-аккаунте проекта команда опубликовала запись This is Everything, после чего пост был удален. Если собрать подсказки воедино, получится своеобразный анонс игры. Вполне возможно, что на E3 состоится полноценная презентация Watch Dogs 3, а пока остается только ждать подробности от разработчиков. На прошлой неделе один из самых ожидаемых эксклюзивов для консоли PlayStation 4 наконец обрел дату релиза. Супергеройский экшен Spider-Man станет доступен в самом начале осени, 7 сентября. А тем временем появился игровой процесс грядущей новинки, точнее та его часть, которая связана с путешествием по городским джунглям. Ранее разработчики из компании Insomniac Games уже рассказывали, что пользователи ждут удивительные невероятные трюки во время перемещения при помощи паутины. Теперь же вы можете своими глазами увидеть, что создатели приготовили для игроков и почему релиз Spider-Man действительно стоит ждать. В отличие от упрощенной боевой системы Batman Arkham, в игре появятся стремительные схватки с акробатическими приемами, напоминающими Devil May Cry. Авторы хотят, чтобы вы поднялись с земли и использовали свою акробатику, гаджет и паутину, чтобы чувствовали себя настоящим Человеком-пауком. Им не хочется, чтобы это была просто потасовка. Герой гораздо более акробатический и отличается ощущением текучего потока в бою. Он постоянно скачет вверх и вниз, влево и вправо. Использование окружения позволяет добавить ощущения импровизации. Игроки смогут на лету менять боевой стиль героя. Spider-Man также получит довольно глубокую систему развития, которая будет включать возможность разблокирования новых движений и способностей, а также позволяет крафтить экипировку, костюмы и модификаторы костюмов. Квантик Дрим продемонстрировали новое видео, посвященное Неонуар-экшену Detroit Become Human. В ролике разработчики рассказали о том, как важно будет делать правильный выбор в игре, и что каждое ваше решение повлечет за собой последствия. По словам ведущего сценариста Адама Уильямса, у игроков будет максимальная свобода выбора. Именно это являлось основным критерием в процессе разработки. Таким образом, практически у каждого игрока будет свое развитие истории и поворота сюжета. Кроме того, можно с уверенностью сказать, что в отличие от книг, Become Human не будет предоставлять пользователям только то, что хотел рассказать автор, но при этом такое решение приведет к непредсказуемым и неожиданным последствиям. Релиз Detroit Become Human состоится 25 мая. Коротко о главном. Разработчики World of Warcraft продолжают делиться с поклонниками новыми подробностями о грядущем дополнении Battle for Azeroth. Великие герои Азерота, спасшие мир уже несчетное количество раз, снова не смогут взлететь. Пока непонятно, чем обусловлена нелетная погода над новыми локациями, и как долго продлится этот запрет. Будут доступны форты, а награды за участие в этой игровой активности будут улучшаться вместе с прогрессом дополнения. Таким образом, игроки будут заинтересованы в их посещении на любом этапе развития персонажа. В свою очередь, экспедиции на острова в будущем могут получить режим для группы более чем из трех человек, а сами вылазки будут наполнены духом авантюризма. Практически все классы будут переработаны, но больше всего достанется охотникам в специализации выживания, а также чернокнижникам-демонологам. В сентябре 2013 года вышел в свет экшен GTA V. С того момента прошло достаточно много времени, а проект до сих пор продолжает приносить разработчикам стабильную прибыль, которая за четыре с половиной года уже составляет более шести миллиардов долларов. Такие показатели делают игру не только самой доходной на каждой из платформ, где появлялась пятая часть GTA, но и самым прибыльным развлекательным продуктом за все время, на голову обгоняя любую другую видеоигру, фильм или книгу. За это время проект разошелся тиражом более чем в 90 миллионов единиц, заняв почетное третье место по количеству распространенных копий. Не последнюю роль в успехе проекта сыграл сетевой режим, который приносит в копилку разработчиков прибыль намного большую, чем продажи самой игры. Популярность жанра Королевской битвы не дает покоя разработчикам. Не стало исключением и студия Gunpowder, их проект многопользовательский экшен Mailstorm, выход которого в ранний доступ уже состоялся, предлагает пользователям динамические сражения на фрегатах в мире фэнтези. И хотя нигде нет ни слова про Королевскую битву, бои происходят именно по правилам данного жанра. Игрокам предстоит собирать сокровища и сражаться с другими пользователями, пока в итоге не останется единственный победитель. При этом зона боевых действий будет постепенно сужаться, а если вы решитесь выплыть из безопасной зоны, то будете съедены морскими монстрами. Всего в Mailstorm представлены три фракции, суда каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. К релизу в проекте появится возможность играть в командах, новые карты, корабли, а также другие улучшения. А если игре удастся получить признание пользователям, разработчики обещают ввести ПВЕ-режим и полноценную кампанию. Разработчики Path of Exile продолжают отвечать на вопросы поклонников о предстоящем обновлении. Патч появится уже в скором времени. Пользователям рассказали о том, является ли это обновление расширением, а также будет ли альфа-тестирование. Обновление будет чем-то средним между техническим патчем и дополнением. Полноценный же аддон выйдет в этом году и уже находится в разработке. В игре появятся обновленные навыки, ловушки, награды и изменится метагейм. Кроме того, будет дополнен бестиарий и многое другое. Релиз обновления состоится 1 июня на ПК, а на Xbox One обновление появится немногим позднее. Недавно студия BossKey прекратила работу над провалившимся шутером Lowbreakers ради того, чтобы перейти к новым проектам. И вот, на днях студия Клиффа Ближинского представила новый Battle Royale-шутер Radical Heights, который уже оказался в зоне раннего доступа. Главным отличием игры от своих конкурентов станет необычный стиль проекта. Игрокам предстоит играть в ярких тонах 80-х годов с добавлением тематики реалити-шоу. Соперникам предстоит сражаться за деньги и призы, одновременно отстреливая своих конкурентов. Деньги, заработанные во время партии, будут переноситься в будущие матчи, чтобы в следующий раз купить оружие быстрее, чем ваши соперники. Sony Santa Monica продолжает рассказывать о God of War. В этот раз речь идет о системе развития и возможности кастомизации доспехов Кратоса. В своих странствиях Кратос может раздобыть экипировку, повышающую такие характеристики, как сила, руническая сила, защита, здоровье, удача и скорость отката умений. По словам разработчиков, различные сочетания экипировки позволят игрокам настроить умения и способности спартанца под свой игровой стиль. Все базовые умения Кратоса, а также его кулдауны, приемы и то, как быстро они работают. Весь ваш урон, а также ваша возможность принять урон, все эти вещи являются факторами, над которыми у вас будет контроль. Все нововведения, кардинально отличающие нынешнего бога войны от предыдущих частей франшизы, позволяют продемонстрировать новое видение, используя весь полученный опыт студии. Недавно компания Bethesda рассказала о предстоящем обновлении для соревновательного шутера Quake Champions. Патч добавит в игру нового чемпиона, Строга, а также карту Awoken. Помимо этого, разработчики внесут в игровой процесс целый ряд улучшений. Строг, знакомый многим игрокам из второй и четвертой части Quake, будет машиной для убийств, а его верный боевой дрон поддержит в бою, метко стреляя взрывными снарядами. Убив игрока, вы всегда можете восстановить 25 очков здоровья. Кроме того, пользователи смогут сразиться на новой карте Awoken, которая представляет собой лабиринт, весь окутанный тропическим непроглядным туманом. Данная карта появится во всех режимах. А тем временем, разработчики из Warhorse Studios продолжают совершенствовать Kingdom Come Deliverance. Однако, в первую очередь, это касается доработки уже существующего контента, а не выпуска нового. Команда выпустила небольшой патч, который скорее является заплаткой и призван решить несколько серьезных ошибок. Так, разработчикам удалось устранить баг со случайными вылетами игры, затрагивающей сюжетные задания. Помимо этого, были исправлены и другие менее значимые баги. Например, невозможность слезть с коня, прицеливание в несуществующих противников и проблемы с неработающей атакой. Пользователи ПК уже могут увидеть все исправления в действии, а на консолях патч выйдет чуть позже. Банжи наконец анонсировала дату выхода второго дополнения для Destiny 2. Обновление, получившее название Warmind, выйдет 8 мая, а третий сезон начнется вместе с выходом. Само дополнение отправит вас в новые места, чтобы встретиться с новыми героями и сразиться с новыми соперниками. Вы получите новый лут и освоите новые активности. К сожалению, пока больше информации о дополнении нет. Стоит отметить, что Warmind это огромные оборонительные ИИ, которые были созданы человечеством для обороны от захватчиков. А судя по символике, речь идет о Рапсутин. До выставки Е3 остается пара месяцев, и игровое сообщество все активнее обсуждает, что же нам представят именитые разработчики. Портал DualShockers удалось поговорить с Bethesda и узнать, что компания готовит к Е3. Выяснилось, что поклонников ожидают самые разнообразные проекты, ведь Bethesda основательно подготовилась к грядущему мероприятию. Разработчики представят разнообразный контент в совершенно непохожих друг на друга жанрах и категориях, поэтому каждый игрок сможет найти для себя что-нибудь интересное. Можно предположить, что мы увидим дополнение к Prey, пока неизвестный ААА проект, и будем надеяться и на анонс продолжения какого-то из франчайзов. Презентация компании Bethesda пройдет 10 июня. Разработчики PUBG выпустили патч, который заметно влияет на течение игры в середине партии. Теперь у игроков будет заметно меньше времени до начала сужения синей зоны, причем первые два раза сужение будет происходить еще с более высокой скоростью. Времени между фазами сужения будет меньше, но сама зона будет двигаться медленнее. В конце партии синяя зона будет наносить заметно больше урона, для того, чтобы игроки меньше полагались на медикаменты и возможность просто пересидеть оппонентов, а пытались вступить в бой в конце игры. Увеличилась скорость игровых сессий и полностью исчез спавнер андомной одежды. А на следующей неделе пройдет второй этап тестирования тропической карты. 14 апреля вновь можно будет подать заявку на участие. Разработчики The Banner Saga 3 решили порадовать поклонников и выпустить финальную часть трилогии раньше, чем было запланировано изначально. Вместо второй половины года игра выйдет уже 24 июля. Релиз проекта состоится как на ПК, так и на Xbox One, PlayStation 4, а также на Switch. В третьей части вам будут доступны новые персонажи, а в отряде могут появиться даже драги. Разработчики обещают крутые повороты сюжета, так что не придется скучать во время прохождения. Легионы новых врагов уже на подходе. Студия Crytek продолжает работать над мультиплеерным шутером Hunt Showdown, и в этот раз новое обновление затронуло одну из самых важных проблем игры – производительность. По словам разработчиков, новое обновление должно решить большинство важнейших проблем с производительностью. Игроки могут ожидать увидеть очень большой прирост в таких показателях, как FPS, однако целью разработчиков являлось улучшить игру для абсолютно всех игроков. Были оптимизированы процессы, связанные с нагрузкой на процессоры, а также влияние на оперативную память. Сервера тоже должны стать более стабильными, что в сумме должно значительно повлиять на игровой опыт охотников. Очень часто сиквелы, а особенно инди-игр, являются просто повторением уже известной формулы первой части. Но разработчики This is the Police 2 решили пойти иным путем, и показали абсолютно новую боевую систему. Теперь игрокам придется не только рассылать оперативников по адресам и делать тяжелые моральные выборы, но и руководить проведением операций в стиле XCOM. В арсенале полицейских будет целый набор средств, которые включают не только летальное оружие, но и различные способы нейтрализации, такие как газовые баллончики, шокеры и другое. This is the Police 2 выйдет в этом году на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch. И на этом 242 выпуск игрового дайджеста GameNews Weekend подходит к завершению, но без важной новости не обошлось. Проводя журналистское расследование, редактор Катаку узнал о производстве проекта секретной студии Take-Two. Неизвестная, совершенно секретная команда работает над новой частью Bioshock. Их проект был настолько секретным, что его создатели не могли сказать о нем даже своим коллегам из других студий компании Take-Two. Но кто-то проговорился и оказалось, что это новая часть одного из самых интересных шутеров прошлого десятилетия – Bioshock. Любопытно, что в прошлом году дизайнер уровней Bioshock Infinite и один из разработчиков новой Prey вернулись в 2K Games. Вероятно, он активно участвует в работе над секретным проектом. Только цссс. И на этой крайне таинственной ноте у нас все. Как обычно, важные новости и другие материалы в текстовом варианте можно найти на нашем сайте по адресу xgamesdefistv.com. Также не забывайте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGames Game TV. Смотрите и играйте вместе с нами.